Сарапул Вести Сарапул Вести Сарапула, Каракулинского и Сарапульского районов. Всего более 50 человек. Модератором сессии выступил Александр Старков, директор Ижевского агентства «Культпросвет». Илья Кычанов, представитель Федерации туриндустрии Удмуртии и Оксана Перова, представившая пасеку Юньга, стали экспертами в изготовлении востребованной и качественной сувенирной продукции. Есть такое четкое мнение, что если горожанам неинтересны события, то и туристы на них не приедут. Поэтому хочется сделать, чтобы они были еще лучше и интереснее, использовать более современные методы работы с городами, которые уже накоплены в Ижевске и транслированы по всей России, и нести их на Сарапул. Сейчас задача стоит моделирование городских событий, придумывание новых и так далее. Этому посвящена сегодняшняя сессия. Я очень рада, что и администрация города откликнулась, и участники кластера, и музеи принимают активное участие в этом процессе. В ходе бурных обсуждений на стратегической сессии по развитию туризма родилось много свежих идей. К примеру, о том, как интересно организовать День города с гастрономическим фестивалем и спортивным праздником на острове Пляж, разработать карту гостя Сарапула, которая позволит за один день обойти интересные туристические объекты, получая скидки, бонусы или подарки, а также организовать другие интересные идеи, лучшие из которых будут претворены в жизнь. Город Сарапул вступает в реализацию приоритетного федерального проекта формирования комфортной городской среды на принципах софинансирования. Средства на благоустройство, в том числе дворовых территорий, выделяют 60% федеральный бюджет, 30% республиканский и 10% муниципальный бюджет. Программа предусматривает выделение средств на обустройство дворовых территорий, многоквартирного жилого фонда, средств собственников жилья. Их вклад составит 10% от стоимости возводимых объектов. Сарапул приступает к реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Проект и программа «Формирование комфортной городской среды» объясняет заместителем главы администрации города Сарапула по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Зуев, направленный в первую очередь на обустройство дворовых территорий и делится на два основных этапа. В 2017 году будет дан старт реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Далее, в течение пяти лет, программа будет продолжена. Поэтому, кто не успеет подать заявку на выполнение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий, сможет сделать это, к примеру, в следующем году. Жители Сарапула могут внести свои предложения в проект программы «Формирование комфортной городской среды» уже сегодня, зайдя на официальный сайт города Сарапула. Баннер со ссылкой на форму, куда каждый житель города Сарапула может вписать свое предложение, находится с правой стороны на главной странице официального сайта города Сарапула. «Создавая комфортную городскую среду у себя в районе, у себя во дворе, что бы вы изменили в первую очередь?» «Ну, больше мусорных баков, урн». «А почему?» «Экология. Они есть, но их мало. Но все равно, допустим, мы постоянно забыли, что это не нужные бумажки в корону». «Да, иногда забываю выкинуть. У нас в новках тоже нет». «В первую очередь, наверное, чистоту навести в своем районе. У нас частный сектор, но чтобы около дворов было чисто, прилегающая территория. Дорогу можно подправить, цветы посадить. В первую очередь на дороге нужно внимание обратить. На дороге и на освещение кое-где, вот что-то подремонтировали освещение тоже». «В районе вокзала, улицы Комсомольска и Лескова, на углу там как раз. Стоят, одевают, шесть баков, семь. С утра громыхают, банджир лазит с собаками. Ну, кругом мусор. И со всего города там как раз едут, останавливаются там уже как накатанное, и выгружают из машины». «В районе поворота, где была больница у нас детская, там каток будет или не будет, организовать его. А во дворах, естественно, надо благоустройство сделать территории, организовать площадку детскую. Вот у нас по рабочей 24, у нас даже детская площадка». «В нашем дворе увеличила бы стоянку для автомобилей. Улучшила детскую площадку. Обновила, так сказать. Где вы указываете? Азина-144». «Что бы вы в первую очередь изменили в создании комфортной городской среды для жителей вашего района и вашего двора? Я бы изменил бы, как сказать, ну, чтобы чистота была, порядок в дворах, а то все грязь не убирается на южном поселке». «А где это?» «Помойка постоянно у нас была, получается электрозаводская. Бывает, некоторые бросают туда, как бы еще, мусор». «Вон на Элихонде, там, рядом с рынком, с мини-рынком, там, ну, что бы я изменил? Ну, во-первых, то же самое детские площадки бы построил, там их вообще, потому что нету. Тротуары нормальные бы сделал. Ну, и освещение, наверное, получше, чтобы было». «Программа для комфортного жилья, для Сарапула, считай, очень нужна». «А вот я живу вот в этой девятиэтажке, там все прекрасно пока, ничего не нужно. Ну, для города, конечно, надо, потому что где-то вот беспорядок есть». Также свои предложения в программу «Создание комфортной городской среды» можно отправлять в управление благоустройства города Сарапула по телефону 257-83. Самодельный калейдоскоп, роботы-уборщики мусора, йога-стул и другие собственные изобретения дети и преподаватели Центра детского и юношеского технического творчества города Сарапула представляют посетителям лаборатории научных развлечений. Стать техником-конструктором может любой желающий, уверенные организаторы интерактивного проекта лаборатория научных развлечений, сотрудники Дома-музея академика Николая Васильевича Мельникова и Центра детского и юношеского технического творчества города Сарапула. Участников лаборатории ждут оригинальные разработки, выполненные воспитанниками и преподавателями Центра. Делали батарейку из овощей, из картофеля. Горячий снег можно сделать дома. Дома? Из чего? Из соды, из соли крупной, из стаканчика. С помощью четырех составов, так скажем, пищевой соды, соли, иодированной силикатной и горячей воды, дальше раствор у нас идет глицерин. Четыре состава взаимодействуют, дают нам горячий снег. Сегодня представлены такие мастер-классы, как роботы-чистильщики, фонарики без батареек, дальше йога-стул, логические головоломки из прута, металлического, и цветные снежинки с помощью кальдоскопа, изготовленного по законам физики. Там идет преломление лучей за счет призмы треугольной. Ну, соответственно, отображаются кристаллы стекла, соответственно, и вот получаются у нас снежинки такие. Меня зовут Кроткий Георгий. Я посетил мастер-класс роботехники, физики, луку, которую я посетил. Робототехника у нас базируется на несколько модулей, но в основном это у нас Лего, Лего Майндсторнс ЕВА-3 и Лего ВИДУ. Ну, в данный момент ребята управляют моделями, управляют через телефоны, и в наш проект заключается год экологии, мы собираем в данный момент мусор. То есть различными способами, магнитами, либо пылесосами мы управляем, собираем мусор. Собираемся мы в доме музея Мельникова. Человек неординарный, неоднозначный, но и самое главное, у нас земляк очень хочется, чтобы наши дети хоть немножко, но приобщались к науке доступными для них способами. Добро пожаловать в Центр детского технического творчества. Будем рады провести мастер-классы как в группах, так и индивидуально. Лаборатория научных развлечений приглашает всех жителей города Сарапула и детей, и взрослых без ограничений по возрасту в дом-музей академика Николая Васильевича Мельникова каждую среду и субботу с 11 до 15 часов. Школа номер 23 города Сарапула отметила свой 55-летний юбилей. 10 февраля во Дворце культуры радиозавода состоялся юбилейный вечер встречи выпускников, которую организаторы назвали «55 нескучных лет». В зале Дворца культуры в этот вечер собрались преподаватели школы номер 23 разных лет, ученики и их родители. Я всех вас от души поздравляю с этим замечательным праздником 50-летием «Две пятерки». И как все мечтают и ученики, и учителя, чтобы все учились только на пятерки. И я вам желаю, чтобы все, что вы планируете, все высоты, которые перед собой, все цели, которые ставите, всегда вам разрешались на пятерки. Когда-нибудь к этим «двум пятеркам», которые бы хотелось пожелать всем вашим участникам, добавятся еще третий. Потому что история этой школы, даже ее самое начало, потому что первый, кто возглавил ее, это Савченко Митрофан Васильевич, он также является почетным гражданином города Сарабово. И уверен, что да. Это было рядовое занятие в 16-й школе в спортзале. Никита Федорович Калабин собрал два класса, шестиклассников. Было небольшое построение, вдруг дверь открывается, в спортзал заходит в гимнастерке, в портупее, в сапогах, в брюки-галифе. Потом он вдруг снимает портупею, подходит к брусьям, прямо в сапогах, в гимнастерке, делал стойку на брусьях, настоящую гимнастическую стойку. Он постоял какого-то мгновения 5-6-7 секунд, потом плавно опустился за пределы брусьев, одел портупею, и мы, конечно, просто, как выражаете, обалдели. В день юбилея многие учителя школы номер 23 были награждены почётными грамотами города Сарапула. Поздравили коллектив школы и депутаты Сарапульской городской думы. Они выразили надежду на то, что и впредь в школе будет царить атмосфера творчества и созидания. В минувшую субботу в Сарапуле, как и по всей России, состоялся спортивный праздник «Лыжня России-2017». В связи с холодными погодными условиями старт спортсменов в этот день не состоялся. Утром воспитанники спортивных школ города приняли участие в массовом забеге на дистанции 1 километр. После парада открытия массовый забег был организован для всех желающих. Дистанцию 1 километр прогулочным шагом преодолели вместе и дети, и взрослые. Во время проведения торжественного открытия праздника заместитель главы администрации города Сарапула Виктор Шестаков наградил самого юного участника соревнований «Лыжня России-2017», шестилетнего Глеба Макрушина и самого старшего участника, 80-летнюю Хайрулину Софью Константиновну, кубками и медалями. Бежится легко, особенно с горочки. И в горочку приходится попотеть. Но если каждый день тренироваться, будут результаты. Как говорится, погода не дала испортить наш настрой. Трасса прекрасная. Все отлично. Настроение великолепное. Прошлось хорошо. Ну, трасса, она была хорошая там. Хорошо лыжи ехали. Очень понравилось. Весело было. С событиями культурной жизни города нас знакомит ведущий специалист-эксперт Управления культуры и молодежной политики администрации города Сарапула Ольга Теплякова. В минувшие выходные в городе прошел ряд интересных мероприятий. 11 февраля в молодежном центре состоялся танцевальный конкурс «Танцуй», в котором приняли участие 17 коллективов общеобразовательных школ и среднеспециальных учебных заведений. Конкурс проходил по трём номинациям стилизованный народный танец, уличный танец, эстрадный танец и двум возрастным категориям «Дети и молодежь». Лучшими были признаны коллектив «Топотушки» из школы номер 2, «Радость» из школы номер 4, «Линия танца» из детского парка, «Веселуха» из техникума машиностроения и информационных технологий, «Импульс» из-под колледжа и «Мистерия» из школы номер 17. Вечером этого же дня во Дворце культуры радиозавода состоялся специальный проект клуба «Веселых и находчивых битва чемпионов». Мне дико понравился КВН, особенно команда претендентов на чемпионство. Мне кажется, они лучше сегодня. Старички супер, они как обычно в своём репертуаре, молодцы. Но молодёжь, она и в Африке молодёжь, всё будет отлично. В целом и в общем игра очень понравилась, были моменты, очень много патриотизма в игре, в шутках, в юморе. Все ребята молодцы, очень радуются, что Сараповский КВН подсветает в нашем городе. Хочется отметить игру стариков. Я знаю, что много в Сараповском КВН держится только на их энтузиазме. Ребятам большое спасибо. Также 11 февраля делегация города Сарапова приняла участие в фестивале «Всемирный день пельменя» в городе Ижевске. Две команды, команда национально-культурных объединений города «Сараповский пельмень» и команда работающей молодежи «Летучий пельмень» представили наш город в республиканских соревнованиях рекордная полоса фестиваля «Всемирный день пельменя-2017». Соревнования состояли из восьми пельменных состязаний и конкурсов, в которых сарапольские команды достойно представили наш город. Главным итогом участия города Сарапова в фестивале стало то, что команда «Сарапольский пельмень» заняла первое место в конкурсе на лучший видеоролик «Мы идем на рекорд». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слава из Сарапова город Сердце указу Мондоров Кновая над земниц 3 живет Татарин, Русский и Угмольф Дружбою своей гордимся Традиции мы чтим Веселимся, как с гадором Если есть, то кошеком Блюдо есть у нас одно Нам очень нравится оно Наши бабушки пили Своих внуков научили Вот сарапульский пельмень Его лепили целый день Если мы едины, то мы непобедимы 12 февраля в городском саду имени Пушкина прошел праздник русского валенка В начале мероприятия ведущие скоморохи познакомили всех присутствующих с историей валенок С их целебными свойствами На протяжении всего мероприятия дети и взрослые могли поучаствовать в играх и забавах с валенком Сфотографироваться в сарапульских и дулисовских валенках счастья Познакомиться с коллекцией сувенирных валенок, изготовленных мастерами из детского парка и села Дулисова На сцене выступали творческие коллективы города Было представлено модное дефиле современного валенка Закончилось мероприятие праздничной дискотекой На этой неделе в Сарапуле также пройдет ряд крупных мероприятий Состоятся три сольных концерта народных и образцовых коллективов учреждений культуры Пройдет ряд мероприятий, посвященных 28-й годовщине вывода войск из Афганистана Состоится торжественная церемония вручения паспортов «Я гражданин» А также 19 февраля во Дворце культуры радиозавода пройдет торжественное открытие 20-го музыкального фестиваля «Молодые таланты» на родине Чайковского На этом выпуск программы «Сарапул Вести» завершен Впереди прогноз погоды Мы прощаемся с вами до следующего эфира И желаем побольше хороших вестей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok